Запись пошла. Добрый вечер, Касай. Привет, Ахатий, привет. Так, у нас сегодня... Как уже становишься миллионером, нет? Ну, сегодня я вот это начал изучать, тема денег, потом тема путешествий начал изучать и тема рекрутинга в ВКонтакте. Ну, понятно, ну хорошо. Несколько встреч коротких сделали с тобой, скажи мне, что-то меняется у тебя или не меняется? Меняется, ситуация все складывается как надо. То, что какие ситуации, где у нас устойчиво было, она прям берет и так ее размечает, размечается, то есть она не подстраивает уже других людей. Ну, то есть ты увереннее стал в свои дела решать или не увереннее? Ну, чтобы понятнее было. Увереннее, потому что я даже сегодня произошел такой момент, я начал обучаться и у меня какой-то стресс такой, барьер там был. Я взял ее, все сделал и все. И я спокойно дошел от обучения. Хорошо. Отлично. Слушай, ну мы, как ты предложил с первого раза, чтобы я свою картину какую-нибудь новую или старую ставил, но чтобы показать всем, я ее поставил. Ну, видишь, она сейчас в раме еще, потому что она висела, была в этом году, летом на выставке в Гему. Их возили в Гему, и там об раме, видишь, в раме. А эта картина моя называется, как из космоса рождаются цветы. Да, потому что законы природы одни и те же, что в головном мозге, что в космосе, что в эволюции живого, что в эволюции неживого. Одни и те же законы. А китайцы назвали эти законы янь и инь, янь и инь. А в мозге головном, в нервной системе это бывает, напряжение, расслабление. Напряжение, расслабление. А все приемы метода ключа, они построены на этом. Напряжение, расслабление, но с определенными частотами, с определенными волнами. Я тебе хочу еще одну взрывную вещь показать, чтобы ты просто удивился и пользовался. Добро, давайте. А, вот смотри. Мне задали вопрос. В чем суть ключа? Если там много разных уникальных приемов. Там приемы раскрепощения, там приемы лыжных, там приемы напряжения, там приемы входить в ритм, приемы идеарефлекторные, там полетные и разные. Да. А я объясняю так. Вы несколько занятий, перебирая эти все приемы, примеряя их себе, как рубашку, подходит вам или нет. Именно за счет перебора, именно за счет перебора, по определенному принципу, как вы подбираете путем перебора, у вас вырабатываются навыки саморегуляции. И вы потом любую проблему в любой области лучше решайте, потому что у вас открывается интуиция. Вот оно в чем дело. Путем перебора этих приемов, по определенному алгоритму, по определенной схеме. Вот мы с тобой несколько раз сделали, давай мы сегодня итоговую подведем. Я тебе поэтому еще один прием такой. Давайте. И я можно? И я еще добавлю сегодня. Конечно. Давай, давай. Слушай, потому что методика ключа, она повышает эффективность любых методов. Любых методов. Да. Любой прием добавишь, и он будет эффективнее работать. Вот смотри. Вот внимательно. Надо соединить несколько органов чувства в одном направлении, чтобы была синхронизация. Например, ты попробую, слышишь ли ты музыку. Ну попробуй, найди в себе какую-то любимую песню, любимую музыку. Ну как будто ты слушаешь радио. Есть, есть, есть. Хорошо, да? Да. А теперь соединяй, делай голограмму. Соединяй эту музыку с движением. Как будто ты рисуешь эту музыку в воздухе. Давай, давай, бери руку мой, как дирижер, рисуй эту музыку, которая звучит в тебе, в воздухе. Рисуй музыку в воздухе. Да, рисуй то, что в тебе звучит. Сейчас увидишь, что с тобой произойдет. А теперь добавляй туда, теперь добавляй туда, в эту голограмму, твою проблему, которая у тебя никак не решалась, и теперь надо тебе найти выход. Как же ее решить? Ну обида какая-то у тебя была там на кого-то. Или там ты хочешь осмыслить какую-то ситуацию, чтобы все там разложилось на полочке. Или ты хочешь систематизировать какой-то материал, чтобы лучше и быстрее его изготовить. Проект новый создать. Ну что у тебя болит? Болит у тебя создать что-то или пережить что-то. И ты начинаешь это переживание туда добавлять. Переживай. Создавай. Созидай. И одновременно несколько вещей. Ритме музыка. Движение в ритме музыки. И одновременно ты переживаешь. И вот ты сейчас все это вместе соединяешь. Что-то лучше, что-то меньше получается. Ну ты по делу. У тебя уже на автомат рука пошла. На автомат рука пошла. Видишь? Да. Ты уже вышел из механического движения. Видео рефлекторное. Видео моторное, так называемое. В этот момент у тебя происходит квантовый переход, как говорят. Ну, квантовый. Переход из одного состояния в другое произошло. Да. У меня что произошло? В начале тяжело было, как будто чашечка в руке была. Как будто под муском она не сходит. Вот эта проблема именно. Вот эта, которая решить задачи. А потом хоп! И само по себе уже начало двигаться. Да. И вот теперь сядь и теперь взгляд зелый рассеянный. И пусти мысли на самотек. А я порадуюсь за тебя, что сейчас у тебя происходит. Слушай, это удивительная вещь на самом деле. Такая простота, необыкновенная. Слушай, ну это уникальная вещь. Ну это и математику помогает, это помогает и фирику, и физику, это всем помогает. Ты же так действуешь, ахматист. Я люблю эту фразу, сочетание такое, чтобы сразу было понятно, что во всех областях жизни это помогает. Если несколько раз поделать эти приемы. А там есть еще и разгрузка, там есть еще и перезагрузка. Там есть еще, ну просто надо несколько занятий делать и уже вырабатывается маленький управление своим состоянием. В любой точке времени, в любом месте. Ну ладно, я не буду тебе мешать. Ты скажи, что там произошло? Легче стало. А что легче стало? А тебе было трудно, что ли? Похоже, вот так, когда все появлялось, она сразу как-то вытаскивается, разбухивается, вот это напряжение. Слушай, а теперь сделай тот прием, о котором ты говорил, что ты знаешь какой-то прием сам. Вот теперь соедини. Вот ты сейчас видишь, как тебе легче стало? Вот теперь соедини. Что ты хочешь сделать? Покажи мне тоже интересно. Я начинаю соединять некоторые сектора. Это я подсознанно. Правый полушарий, слевый. Потом включаю душу. Душа, чтобы потоковое состояние было. И потом я уже все делаю, уже вот эту энергию дарю в действии. Я ее представляю. И это я примерно как делаю. Примерно. Я беру ситуацию. Какую-то ситуацию, да. Потому что у меня определенная вещь, что нужно. Я ее представляю более подробно. Более подробно раскладываю ее систематично. И когда вот это я все делаю, то, что я получаю положительные эмоции, у меня получается то, что правый левый полушарий тоже начинает соединяться. И я в этот момент начинаю благодарность и говорить, кто в этом процессе был, кто в этом процессе был, а мы ее благодарим. Всем-всем-всем, кто в этом процессе не участвовал. Вот. И когда вот это я делаю, я еще ваше еще сейчас движение буду соединять. Это глазами двигать, плюс тело я включаю, гибкость. Я начинаю мягким телом делать, чтобы вот это все у свадьбы была очень высокая. Спасибо. Ты на Будду похож сейчас. Улыбка Будды, знаешь? Улыбка Будды. Молодец какой, молодец. Слушай, ну это же надо донести до любого человека. Но когда у человека сильный стресс, он же не понимает, что надо делать, он теряет опору. Он бежит к гадалке, он бежит к астрологу, он смотрит там какие-то карты Таро, он там вычисляет какие-то. Ему надо просто вспомнить, ему надо просто вспомнить, что если он сделает простые вещи, ну, например, сидит вот так и покачивается со стороны в сторону, хочется петь, пой, хочется покачиваться, покачиваться, хочешь ногой трясти, тряси ногой, вводи в ритм того состояния, которое у тебя. Синхронизирует действия с текущим состоянием, личным, индивидуальным, чтобы это совпало внешнее, материальное и душевное, чтобы совпало, чтобы дух и материя согласовались. Если у тебя снимается лишнее напряжение, ты выходишь на простор бесконечности, на простор космоса, на простор вечности, все там систематизируется, все успокаивается, и вот эти напряжения и расслабления, они гармонизируются, и получается такое нулевое состояние, когда ты можешь даже думать о чем-то, но уже как бы со стороны. Вот это вот, как из космоса рождаются цветы. Ну, это удивительная вещь. Ну, надо несколько занятий. Слушай, у меня такое предложение, давай мы не миллионеры, а вот тебя, вот ты там уже занялся своим бизнесом, и ты говоришь, что у тебя уже дела какие-то пошли, что ты стал меньше нервничать, когда проект не создаешься. Ну, кто на что заточен. Кто-то там заточен лучше на скрипте играть, кто-то заточен лучше там стихи писать. Давай мы возьмем в нашей школе, пусть новичок, любой человек, сам выходит с вопросом, неожиданно, не подготовлен, чтобы я не был подготовлен. А мы с тобой вдвоем, мы с тобой вдвоем будем этот процесс вести. Ты хотел стать специалистом? Хотел стать специалистом, поключу. А это будет маленький тебе, ну, такая, знаешь, тренировка называется. Да, мини-урок, а потом я с тобой еще отдельно поработаю, отдельно поработаю, отдельно поработаю. Когда я увижу, что ты умеешь правильно, квалифицированно работать, я тебе скажу, да, ты можешь называть мое имя, мой метод, и тебе буду доверять, я тебя буду поддерживать. А до этого момента мы сделаем, как немножко такой вот тренаж небольшой. Давай мы объявим школу, любому человеку в школе, человек будущего, Homo Futur, с неожиданным вопросом, чтобы я не был к этому подготовлен. Ну, вот он и выходит с каким-то вопросом, мы так устроим, вот так устроим, да, сможем так сделать. А кому они будут отсылать заявку? Кому? Мне могут написать, да? Ну, пусть они в школе напишут, кто хотят, а мы их пригласим, кого-то пригласим. Под этим видео, под этим видео. Под этим видео, да, 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 вот, я хочу, я хочу, я хочу, пусть напишут. Свои телефоны оставят или скайпы свои пусть оставят, чтобы мы могли связать. Да, вот ты в этом лучше разбираешься, поэтому ты скажи. Добро. Ты же бизнесмен. Да, лучше... Каждый бизнесмен. Да, хочешь они нам... Оставляйте нам ссылки ВКонтакте, телефон и ватсаповский, и скайп. Где-то мы из трех вас в этих мессенджерах, в социальных сетях, мы вас обязательно найдем и связимся. И назначим, и назначим, во сколько мы будем снимать этот ролик. Да, очень хорошо. Ну, ты их научишь также выходить в зом, как ты меня научил, да? Да, 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 да. Вот это прекрасный обмен опыта. Я обучаю Алексея Ключу, а Ключ меня обучает, как ролики делать. Вот это и есть, собственно, взаимодействие, сотрудничество. Ну, так и мы должны, а то все конкурируют друг с другом, все друг к другу обижаются, рассваиваются, общество, что-то, что-то, что. А мы, наоборот, хомофутура, всех больше создаем пример творческого сотрудничества. Да. Когда один помогает другому. На глазах у всех. Давай. Да, согласен. Спасибо тебе. Это у нас был завершающий шестой урок. Да, но ты потом им все-таки всем друзьям с холи напишешь, сколько же ты миллионов-то заработал, правильно? Интересно будет. Счастье любит тишину. Счастье любит тишину. И деньги тоже. Ага. До встречи. До встречи.